Приветствую вас. Если по-простому, то вы за время воспитания ребенка, видимо, привыкли быть в состоянии родителя. То есть, создание родителя, это когда вы только для него, только для ребенка, только для кого-то, вот, и ничего для себя. Совершенно. То есть, по сути, вы забыли о своих желаниях, забыли о своих каких-то потребностях, забыли о том, что вы, собственно говоря, тоже человек, и что у вас тоже есть какие-то увлечения, которые, ну, хотелось бы как-то реализовывать, да? Вот. И, соответственно, я рекомендую вам вспомнить свои интересы, свои, так сказать, препочтения. Вот. Я рекомендую вам заняться собой, больше внимания уделять именно себе. Вот. Конечно, к этому могут быть препятствия. То есть, свои желания еще нужно учиться слышать. Свои желания нужно учиться реализовывать. И вот здесь, на мой взгляд, будет уместна для вас следующая рекомендация. У вас есть ребенок. У вас уже есть ребенок. А вот подумайте, что бы вы сделали для него, для своего ребенка, такого, чтобы он был счастлив. То есть, как бы вы баловали его, как бы вы развлекали его, как бы вы делали его жизнь счастливее и так далее. И вот это, то, что к вам придет, то, что придет к вам ваше сознание, необходимо применить к себе самой. То есть, вспомните, каково это реализовывать свои желания. Потому что, то, что происходит сейчас, это мы уже больше к вопросу о мотивации обсуждаем, да. То, что происходит сейчас с вами, можно назвать зависимостью от ребенка. То есть, вы зависимы от него, вы зависимы от того, что делает ребенок и так далее. Да. И это создает, так называемую, психоэмоциональную пуповину. Когда ребенок, как бы, как бы, сам развиваться не может. Или есть очень серьезный блок на это. И если вы хотите, чтобы ваш, ну, чтобы ваш ребенок рос свободным, да. Чтобы ваш ребенок был, так сказать, спонтанным, да. Вот. Я рекомендую вам все же от него отдалиться и меньше уделять ему своего внимания. Меньше заботиться о нем. Меньше опекать его. Потому что это в жизни ему, скорее всего, заслужит именно плохую службу. Что касается правил, которые ребенок не любит, то здесь, конечно, желательно разговаривать с малышом. И объяснять ему, почему есть те или иные правила. Для чего они нужны. Какую цель они преследуют. Вот. И не мешать ребенку, если он это делает, эти правила нарушать. То есть каждый должен пройти свой путь в плане ошибок, в плане бунта, в плане попытки избежать обойти правила. И каждый рано или поздно столкнется с последствиями этого. И я полагаю, что вот ребенок ваш, он должен пройти этот путь сам. Без вас. А иначе получится, что он будет постоянно под вашим контролем, да. И вряд ли в этом будет что-то хорошее для вас и для него. Что касается того, что вы чокнутая мамаша, как вы говорите, то здесь у нас, возможно, есть элементы обесценивания себя. То есть по некой причине, вы склонны себя обесценивать. Вот. С чем это связано? Связано ли это с вашей жизнью, с вашим опытом? Или вы думали о себе подобным образом всегда? Конечно, нужно выяснять. Потому что, так, вряд ли, так можно ответить на этот вопрос. Но, если у вас есть желание, то самооценку вашу можно будет поправить. То есть можно будет подкорректировать вашу самооценку так, чтобы она не влияла на то, что происходит, например, между вами и вашим сыном. Вот. Вот так примерно можно ответить вам на ваш вопрос. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо.